Перекрыть Россию еще один источник крупной экспортной выручки от продажи алмазов намерены страны Большой Семерки. Об этом пишет Financial Times и Вашингтон уже ввел санкции против крупнейших российской алмазодобывающей группы компаний. Алроса, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания намерены присоединиться к этим санкциям США. И новые меры, вероятно, будут приняты лидерами группы Семи по итогам трехдневного саммита в Хиросиме 21 мая. Ну а подробнее о новых ограничениях против России расскажет Кристина Домбровская. Евросоюз планирует ввести специальную систему, которая позволит отслеживать экспорт алмазов из России. Главной целью западных санкций является сокращение поступлений в российский бюджет. Прибыль от продажи за рубеж алмазов составляет значительную статью доходов Госказны Федерации. Так, экспорт необработанных алмазов в 2021 году принес Федерации 4 миллиарда долларов. По словам премьер-министра Бельгии Александра Декро, реальный эффект от таких ограничений будет лишь в том случае, если удастся запредить и экспорт алмазов, и их перемаркировку в третьих странах. Примечательно, что Бельгия – один из самых больших импортеров алмазов в Евросоюзе. Мы хотим избавить западные рынки от российских алмазов, однако нынешним прямым запретом российских алмазов мы этого не добьемся. Александр Декро, премьер-министр Бельгии, в интервью Financial Times. Создание эффективного международного механизма отслеживания алмазов российского происхождения будет одной из тем обсуждения на встрече лидеров стран G7. В саммите примет участие и президент США Джо Байден подтвердили в Белом доме. Как пишет Ройтер со ссылкой на анонимных американских чиновников, «Большая семерка» также планирует ужесточить нефтяные и экспортные ограничения против Кремля. Это фактически предвыборный визит Байдена, и ему нужны положительные результаты. Я думаю, здесь он будет поджимать семерку к таким решениям, и вот здесь мы можем увидеть какой-то положительный результат. По информации The Washington Post, Соединенные Штаты и Евросоюз намерены более тесно координировать свои действия по запрету поставок различных групп товаров в Россию. Так, группа экономистов из Гарварда обнаружила расхождение в западных санкциях. Такая несогласованность дает Москве возможность находить лазейки для поставок подсанкционных товаров. Например, элитные стиральные машины, экспорт которых запрещен ЕС, но не США. В некоторых случаях содержат микрочипы, которые могут быть изъяты для использования в российской военной индустрии. Из публикации The Washington Post. По словам аналитиков, ужесточение контроля за поставками электронных компонентов создаст серьезные проблемы в производстве российских высокоточных ракет и других современных систем вооружения, пишет The Washington Post. ЕС должен действовать более решительно, даже ценой дипломатических последствий. Было бы разумно нацелиться на компании в Китае, Иране, Турции, Казахстане, Армении и других странах, обеспечивающих российскую армию. Южная Африка, которую США обвиняют в тайных поставках оружия и боеприпасов в Россию, также должна быть подвергнута тщательной проверке. Из публикации The Washington Post. Ценовой потолок на российскую нефть и ограничения на экспорт из России дизельного топлива и других нефтепродуктов, по словам аналитиков, стали наиболее эффективными антироссийскими санкциями. На сегодняшний день в первом квартале этого года Россия получила от экспорта нефти почти на треть меньше денег, чем за три месяца 2022-го.